Всем невероятно восхитительного дня! Увеличение груди на пару размеров и пара уколов гиалуронки в губы — лишь малые жертвы, на которые звезды идут ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Некоторые герои нашей сегодняшней подборки, например, для того чтобы их заметили, по собственной воле потеряли человеческий облик. Смотрим на этих героев далее. Родриго Алвесу всего 25 лет, но, глядя на него, в это сложно поверить. Из-за многочисленных пластических операций молодой человек выглядит сильно старше своего возраста. Кажется, он и сам уже сбился со счета, пытаясь вспомнить, сколько раз ложился под нож пластического хирурга. И все ради того, чтобы быть похожим на кукольного Кена. Что-то мне подсказывает, что у этого парня есть еще много времени, и мы о его дальнейших операциях еще не раз услышим. Пола Лоренца в народе называют человеком-загадкой. Все из-за того, что по всему телу мужчина сделал татуировки в виде пазлов. Пол входит в десятку самых модифицированных людей в мире, чем он, конечно же, гордится. Его часто приглашают на телевидение и в кино. Судя по всему, он этого и добивался. Хотя, кто его знает, он же загадка. Мартина Биг – бывшая стюардесса, которая однажды решила изменить свою жизнь раз и навсегда. Начала она с того, что увеличила грудь до 32-го размера. Вскоре девушка поняла, что для того, чтобы на нее обратили внимание мировые СМИ этого недостаточно и решила сменить цвет кожи на более темный. Сейчас Мартина называет себя самой пышно-грудой темнокожей моделью в Европе. А пресса считает ее одним из главных фриков современности. Калу называют гавайским мутантом. Он попал в книгу рекордов Гиннесса как человек с самыми большими ушными тоннелями в мире. Их диаметр составляет 109 мм. Почти все его тело покрыто пирсингом и татуировками. Кроме того, во всем теле мужчины находится огромное количество силиконовых и металлических имплантов. Калу частый гость различных ток-шоу, в эфире которых он с удовольствием рассказывает о том, что при помощи изменений своего тела пытается установить связь с истинной гавайской культурой. Денниса Авнера уже нет в живых, но его до сих пор вспоминают как одного из самых популярных и самых странных людей современности. Мужчина переделал себя полностью для того, чтобы быть похожим на антропоморфного тигра. Деннис утверждал, что в его роду были индейцы. Поэтому, согласно традициям Гуронов, он должен придать себе схожесть со своим тотемным животным. На мой взгляд, он тут самую малость переборщил. С тяжелым сердцем и надломленной психикой я все же попытаюсь закончить данный ролик. Полагаю, мы в очередной раз можем убедиться в том, что за деньги и мнимую популярность люди могут подписаться на любые поступки. Или все совсем не так. Они так старались быть индивидуальны, что это привело к тому, что мы только что увидели. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Вы бы смогли проделать подобные апгрейды, при этом заполучив зеленый кэш и популярность. До новых невероятных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok